приветствую вас мои родные любимые христолюбчики все брата и сестры во христе и все люди на земле всем желаю радости счастья благо мира терпения в души ваши в дома ваши во все сферы жизни ваши я хочу продолжить тему любви к животным и сегодня поговорим о таком зле как цирк нет сегодня мы не как цирк сегодня давайте поговорим о зоопарке а цирк следующий раз цирком там немножко все не так однозначно я скажу свои мысли а вот за парком я вам скажу все очень просто на самом деле это зло которому нет предела конца и края в цирке нет ничего доброго это все все от сатаны почему объясняю кому непонятно истина в чем в любви свободе бессмертия кто дал нам право лишать животного дикого домашнего кстати хоть они домашние мы тоже с вами домашние люди это живем дома но мы свободны кто нам дал право лишать кого-то свободы особенно как называть диких свободолюбивых животных никто можно ты еще раз называться христианином если ты это делаешь если ты в этом участвуешь если ты это спонсируешь если ты потребляешь этот подруг по продукту участвуешь в этом зле я вам расскажу сначала свою историю вот вы знаете я уже не раз вам говорил буду говорить конечно же христианство начинается с любви к врагам она на нем и заканчивается все остальные уровни любви это нормально это лишь нормально это еще не христианство вот любовь кстати к животным это еще не христианство это вообще нормально для каждого человека любовь к животным это не любовь к врагам они ничего нам плохого не сделали ладно какой-то единичный случай я говорю где-то дикое животное может быть напала на человека хотя порой от его же безрассудности я не буду даже эти случаи сегодня трогать мы о них уже в охоте говорили все остальное вы мне скажите пожалуйста любовь к животным они что наши враги нет называют друзьями братьями меньшими они менее нас беспомощные беззащитные беспомощные мы тоже порой не особо-то помощны да вот любовь к животным это христианство нет это нормально это человечно я всегда рассказывал об этих уровнях любили люби я люблю бога и грешники любит своих богов какая равенство что христианин любишь типа истинного бога ты что иисус нигде не говорил что это высоко иисус нигде не просил себя любить он нигде не просил любить бога что это высоко нигде иисус иисус процитировал моисея как иисус как моисея Иисус сказал, что такие люди, если даже так будут поступать и любить постороннего, и люби ближнего в том понимании, как он дал даже Иисус, это только ты лишь будешь иметь жизнь вечную, да, ты получишь бессмертное тело в первое воскресенье, но слава твоя, ты можешь воскреснуть и в осуждении. Иисус сказал, любят любящих и грешники. Любить Бога, который тебе все дает, несложно. Любить животных, которые тебя не обижают, ты обязан, ты господин, ты владыка этой земли, ты не тиран, ты попечитель. Возьмем зоопарки. Кто нам дал право лишать животных свободы? Никто. Никто никогда нам это право не давал. Я в цирке, в зоопарке, а, ну сегодня о цирке, ладно, зоопарке тогда, сегодня о зоопарке я хотел о цирке свою историю кое-какую рассказать, но раз у нас сегодня о цирке речь, значит о цирке. Там мне особо нечего рассказать, потому что цирк это абсолютное зло. Ой, зоопарк, так и буду путаться. Зоопарк, это абсолютное зло. Вы задумайтесь, вот у вас у многих дети. Мы своих детей вводим в эти зоопарки. Там живут дикие животные, в основном. Там не показывают кошечек, собачек, которых у всех дома полно. Там показывают диких животных, которых лишили свободы, а не на привязи. Сама цепь или клетка говорят о том, что это не любовь. Тут не надо мне ничего доказывать, да, или кому-то еще, вам или детям вашим. Человек лишен свободы, животное лишено свободы. Все, тут все сразу сказано. Хорошо, человека лишили свободы за преступление. Это нормально? Нормально. Пусть одумается. Мы своих детей так воспитываем. Вот эти животные, которые там сидят, они какое-то преступление сделали, их посадили туда? Нет. Просто так человек решил, чтобы другие посмотрели. Вы знаете, задумайтесь над тем, вот вы когда ведете своих детей в эти... Про взрослых я вообще молчу, надо ли туда ходить. Детей водим в эти зоопарки. Вы чему учите детей с детства? Злу. Что можно взять и лишить беззащитное животное свободы, жизни. Лишить свободы, вы знаете, все, что лишить жизни. Одно и то же. Ну, кто будет жить? Лев, который бегает, антилопа, тигр, пума, которая должна пробегать. Собака, кто знает, я немецкую овчарку себе как-то хотел завести и там много читал. Овчарка должна в день пробегать 150 километров. В идеале, чтобы она поддерживала себя в нормальной форме. Вы мне скажите, эта пума, которая сидит там в этой клетке 2 на 2, она сколько километров в день пробегает? У нее что с костями и с организмом? Это зло. Я даже говорю сегодня, что много говорить, вы знаете. Истина, любовь, она не требует доказательств. Ну, сядь сам в эту клетку и сиди тогда, если ты считаешь это благом. Ты что-то на этом зоопарке зарабатываешь и живешь спокойно и свободно. Животных там содержат, ни для кого не секрет как. И все эти байки, сказки, на камеру показывая, как там, типа, и может быть хорошо. Это все вы прекрасно знаете. Овечья шкурка. Работают там люди. Какие? Любящие животных. Пф, да нет, кто там будет работать? Там и работают звери, такие же. Тех же, кто, который нанимает их. Он сам зверь, хуже этих зверей. И нанимает таких же. Это железно. Это все вы прекрасно знаете. Потому что это ад. И нормальный человек туда не пойдет работать. Не пойдет любящий животных человек работать там, где их не любят. Где их лишили любви. Где их лишили свободы, лишили жизни, можно сказать. Лишить свободы, лишить жизни, это одно и то же. Поэтому персонал там соответствующий. Потому что это ад для животных. И это служители ада. Это черти. Это не люди. Люди, работающие в зоопарках, это не любящие животных люди. Нет. Поэтому все, кто вот в этих зоопарках, кто детей туда возит. Знаете, мы все время жалуемся, что в мире много зла. А кто это зло сеет? Да мы сами сеем. Более того, мы зачастую даже, как сказать, косвенно участвуем в нем. И считаем, что это нормально. Нет, это не нормально. Мы придумываем все время отговорки. Капля в море. Что я с себя буду начинать? Да кто я? Есть капля в море. Да от этого мир не изменишь. Нет, родные. От этого мир изменишь. И начинать его менять надо с себе. Никто не хочет. Это понятно. Но это надо делать. Я говорю, на всем месте быть не могу. Я на своем месте. Я никогда не хожу в зоопарки. Я терпеть не могу. Я был так же в детстве. Меня родители водили. Вот именно. И у меня негативные только воспоминания. Вот именно. Именно тогда, когда я вырос, я сам в здравом возрасте никогда не ходил. Хотя вот именно я путешествовал, где-то ездил. Я не читаю правильно смотреть на животное в клетке. Даже смотреть на это нельзя. Зачем я буду смотреть? Меня вызовет. Я вижу бедное несчастное животное за решеткой. Меня что, будет восхищать его красота. Какой он красивый. Я вот хотел посмотреть. Я вижу животное в клетке. Лично я не знаю, кто что другой видит. Я вижу несчастное существо в клетке. Лишенное жизни и свободы. Я больше ничего не вижу. Я вижу впереди него клетку. А потом уже это животное в этой клетке, соответственно, мучающееся. Он хочет. Он туда добровольно пришел? Нет. Он любит свободу. Основная мазь. Кто будет смотреть на кошечек и собачек? Конечно же, это дикие, я говорю, экзотические животные, не приспособленные к этой жизни. Это, кстати, касается и заведения диких животных, так их назовем действительно, в частных домах. То же самое. Вот вы знаете, Господь нам чудным образом специально оставил, вы помните, после потой, так как люди стали ненавидеть животных, да, животный мир, истреблять его, приносить жертву, убивать, пожирать шкурки, там, охота, развлекаловка, вот такие вот зоопарки, и прочее зло. Господь по своей любви, и чтобы мы вообще не забыли, и опять нам оставив свободу между выбором добра и зла, специально оставляет нам не всех животных, нас ненавидящих, не во всех, не во все сущности животного, хотя, по сути, до сих пор все существа живые любят любящих их. Если человек проявляет свою любовь даже к дикому животному, кто знает прекрасно, сейчас полной блага есть интернет, это столько случаев в мире, где даже дикие животные проявляют невероятную любовь к человеку. Это лишь краткие отголоски к тому, что никакого хищничества не существует, это лишь по грехопадению человека, и все животные страдают и мучаются в такой природе, даже живя из-за нас, из-за нашей к ним ненависти, и мы не хотим поменять свою природу, чтобы изменилась природа вокруг нас, потому что земля проклята за человека, и каждый, изменив себе хотя бы, Царство Небесное, Иисус сказал, внутрь вас есть, если мы хотим, чтобы Царство Небесное вокруг меня началось заквашиваться и распространяться, я должен его здесь поиметь, здесь его сделать, и оно начнет расплываться по миру. А уж совсем для окаменелых сердец Господь специально, это такие редкие примеры, это для тех, кто хочет их увидеть, благо сейчас 21 век интернет, мы можем такие случаи видеть удивительные, но Господь оставил нам специально не всех животных, ненавидящих человека, более того, порой таких преданных, как те же самые собаки домашние, которые готовы жизнь свою дать ради человека, он будет убить, она будет лежать и не шелохнется. И Господь специально нам оставил, как говорит, домашних животных, которые любят человека, даже несмотря ни на что. Ластятся к нему, да, их не надо приручать, они сами идут к человеку. Господь нам оставил это не просто в памяти сердца о райском, о бедемском саде в раю, а оставил нам это в природе, чтобы мы видели, что это правда, что такое возможно. Я говорю, вот этими редкими случаями, с любовью дикого животного, проявляемого к людям, диких животных, мы это видим. Я реально видел в интернете, кто видел, там монах гуляет с волком, там, потому что у них прям любовь там и дружба. Вот, настоящий волк в Болгарии или где-то какой-то он там живет один. И таких много случаев. Понятно, что волк, казалось бы, та же самая собака, но это волк, а он с ним как преданный пес, они там и гуляют, и дружат, и общаются, и все. Как прям собака. А это дикий настоящий волк, он его не приручал ничего, он сам к нему потянулся. Ну, понятно, он монах такой нормальный, так, наверное, скажем, который понимает, что надо любить природу, не жрет мясо и прочие вещи. Вы ходите в эти зоопарки, водите детей, вы учите детей своему злу. Потом все время думают, что же наши дети такие? Да, на что вы ходите смотреть, водите? Вот на это, на этот ужас. Что хочу сказать? Поэтому о мрачном, я не знаю, что об этом вообще... Знаете, мне об этом говорить даже, вот, честно, противно эти ролики писать, я вам честно скажу. Начиная от вегетарианства, заканчивая вот всем этим. Я еще серию допишу, еще о цирке, скажем, вот об охоте вы видели. Честно, это все недостойно вообще говорить с этим христианством. Что-то доказывать там, объяснять. Это вообще не христианство. Это человечность. Это настолько нормально, что если мы это не делаем, мы хуже самих бесов. Не важно, во что мы веруем, хоть и в самого Иисуса Христа. Бесы тоже веруют и трепещут. Ну и знаете, я не такой уж идиот, как может кому-то показаться. И на мир могу посмотреть с разных взглядов. Я при этом не говорю, что все на свете выставки плохие, да. Вот я говорю, Бог нам оставил специально в дар вот этих вот домашних животных, которые нас любят, действительно, которые сами любят с тобой лежать на диване. Любят этот комфорт и уют, любят питаться там с твоей ложечки, грубо говоря, да. Вот действительно, Господь так положил. Такое есть. Вот. Те же самые домашние животные типы, их можно назвать полудиких каких-то. Да я не знаю, те же самые гуси, утки, когда там в частном доме там. Или еще что-то. Хотя я против там скотоводства, так назовем его тоже. Вот. Ну и действительно, хоть какая-то, знаете, у них там свобода, жизнь есть, да. И вот домашние эти животные, кошки там, собаки, пожалуйста, те же самые выставки. Да. Кто ими владеет? Вы знаете, я говорю, тут не надо делать и быть с ними пядей во лбу, чтобы понять и знать, и найти, узнать эти вопросы. Чтобы понятно, все эти зоопарки, все это в частных руках. Все это лишь бабло и коммерция. Ничего там больше нет. Все вот эти фотографии, кто знает, на пляжах. Все эти животные умирают. Они живут порой вообще не в своем климатическом природе. Они живут один сезон. Это все прекрасно знают, что это ящерица там ее привозит. Она не способна жить в этих климатических условиях. Она живет в другой климатической. Они живут один срок и все. И их выкидывают на помойку. Там нет никакой любви этих хозяев. Это лишь коммерция, лишь бабло выше всего. Все, чтобы набить потом свое брюхо тем же самым мясом, алкоголем и прочей ерундой до умопомрачения. Вот и все. Купить подороже машину, снять подороже вилу. Вот и все. Одеться в такую же подороже костюмчик. А другое дело, где люди действительно, знаете, как член семьи, для себя там вот домашнее животное заводят. Это другой вопрос. Если есть какие-то даже выставки, ну пожалуйста, обмениваются опытом люди, делятся радостью. Это сорадование, да. И те, кто на этой выставке участвует. И те, кто пришли посмотреть. Они знают, что эти хозяева любят их. Это видно по тому, как они ходят и лелеют порой больше, чем себя или своих домашних людей. Это в принципе нормально. Но это касается только домашних животных. Только когда они в частных руках. Вот и все. Когда человек их разводит, пусть там даже у него может быть много их. Я не говорю, что должна быть одна собачка. Может быть человек занимается разведением. У него, конечно, их много. Он же их потом продает, отдает. То, что он даже их продает, это нормально. В том плане, ну, трудящийся, достоин при питании, да. Где-то их надо брать. Кто-то их разводит. Так это назовем, может, слово тоже грубоватое. Ну, смысл понятен, да. Здесь как раз в хорошем плане мы все понимаем. Человек любит их. У него там, я говорю, целый уже, может быть, семейные кланы. Там каких-нибудь этих собачек и кошечек. Там от какого-то идут. И он их действительно, так скажем, помогает им тогда, если хотите, размножаться. Там и так далее. Потом отдают также в хорошие руки. И так далее, и так далее, да. Это неплохо. Вот именно это то райское, тот Эдем. Потому что действительно Бог придумал такой мир прекрасный, разнообразный. Чтобы мы могли радоваться и от прикосновений, и от взглядов, и от слуха, да. Того же самого кошка, животное, да. И от веселья, какие они нам доставляют, своими падениями, играми, как и дети, и так далее. Вот. То есть, я тут не смотрю однобока. Понятно, где Бог что оставил нам. И к диким животным. Мы должны максимально их, так скажем, и не приручать их так. Приручаются они, знаете, чем? Любовью. Это любящим сердцем. Вот и все. Мы можем изменить этот мир. Ну, понятно. Зная книгу Откровения, ничего мы сильно не изменим. Но свой мир ты можешь изменить. Мир вокруг себя ты можешь изменить. И мы призваны это делать. Вот. Поэтому то, что касается, конечно же, вот этих всех зоопарков, цирк отдельного, запишу ролик. Потому что там тоже все. И просто, и не просто. Просто тоже можно на две поделить. Ну, в принципе, как вот и зоопарк. То есть, вот эти все хлеба и зрелищ, да. Вот. То есть, конечно же, к диким животным, к коммерческим проектам. А все цирки коммерческие. Однозначно. Это всем известно. Вот. Частные, да. Кто готов, кто готов, как говорится, даже за свой счет. Готов сам со своей тарелкой делиться с этим животным. Да, пожалуйста. Никакой начальник зоопарка это делать не будет. Вот. Будет ущемлять на еде, на условиях и так далее. И более того, дикие животные не приспособлены и не созданы жить в клетке. Они всегда были символом свободы. Свобода есть жизнь. Притыкая их не свободу, мы притыкаем самую жизнь. Мы идем против Бога. Вот и все. Если вы сами туда ходите, в эти зоопарки, детей водите, получается, все это оплачиваете, все это шоу. Что будет в ваших сердцах? Ничего хорошего. Ничего. Я когда ходил, я говорю, я даже вспомнить не могу. Я знаю, что я, конечно, был. Вот в детстве тогда водили родители, куда-то я помню. Уж приезжие они были. Я помню, что у меня отрицательные, негативные чувства. Я не был никаким христианином. Я был обычным ребенком. Именно чистое детское сердце мне говорило, что это зло. И до сих пор я понимаю, что это зло. Поэтому я говорю, в среде христианства это просто недостойно и низко. И говорить об этом, и уж тем более делать такое. Покупать это, рекламировать, делиться теми же самыми постами, если хотите, ой, цирк приехал, ой, зоопарк. Это зло. Ни в коем случае те, кто любит истину и стараются жить по ней, этого делать не должны. В принципе, сказать мне больше нечего. Я говорю, тут все и так должно понятно. Любовь к животным, я говорю, я даже эти ролики к христианским не отношу. Это еще не христианство. Они нам ничего не сделали. Христианство это любовь к врагам. Иисус сказал, вы дети Всевышнего, когда вы любите врагов, когда вы миротворцы. Вот тогда вы, да, дети Божьи, христиане, братья и сестры Иисусу Христу. А это вообще не христианство. Но, к сожалению, жизнь такова и безумие таково, что мы должны договорить об этом даже среди христианства. Что очень печально на самом деле. И начинать надо с себя. И надо все это исполнять. Мы должны быть совершенны пред Богом. Во всем, во всех делах любви. Абсолютно. И уж любовь к животным, которые, я говорю, беззащитны перед нами, тиранить их это большой грех. Вот и все. Которую ваше же сердце превращает ни во что. Вот и все. Все, у меня на этом все. Прощаюсь, до следующей ролики. Поговорим о зоопарке. Поговорим о зоопарке.